Здравствуйте! В эфире программа «Эксперт Плюс» и я ее ведущий, общественный деятель, руководитель Ассоциации «Опоры» Святослав Данилов. Сегодня в эфире «Города Плюс» мы поговорим о молодежных инициативах и акциях. У нас в гостях Никита Донцов, сопредседатель молодежного движения «Петербург. Город перемен». Здравствуйте, Никита! Добрый день! Ну что же, Никита, расскажите, пожалуйста, движение, насколько я понимаю, родилось не так давно, в марте. Расскажите, откуда появилась идея и почему вдруг появилась необходимость создания нового молодежного движения в городе? Я давно занимаюсь общественной деятельностью в Петербурге и у меня много знакомых в этой сфере. И мы все заметили, что Петербургу действительно нужны перемены, нужно объединять большое количество инициативных групп, малых сообществ. Надо объединяться и становиться вместе сильнее. Поэтому мы создали эту организацию «Петербург. Город перемен». И вы объединяете только молодежные движения или вы готовы? Нет. Мы, когда основывали движения, вокруг нас в основном была молодежь. Поэтому так и сложилось, что мы стали больше молодежным движением. Мы готовы сотрудничать со всеми активными общественниками в Петербурге, потому что чем нас больше, тем мы сильнее. А где вы располагаетесь? Как к вам можно присоединиться? У нас есть Центр позитивных перемен, мы его так называем, на Васильевском острове. Наш адрес 16-я линия, Васильевский остров, 75 литра Г. Там как раз находится штаб-квартира нашего движения. И там каждый день в 7 часов вечера начинаются лекции, мастер-классы, семинары, интересные там какие-то развивающие игры. Мы приглашаем всех наших сторонников, активистов, новых гостей к нам принять счастье. То есть каждый день без выходных, без праздников. Здорово. Сколько у вас сейчас сторонников? Какие основные направления деятельности? Ну, мы считаем, что сторонников у нас больше тысячи человек в Петербурге, а ребят, которые постоянно принимают участие, более трехсот. Хорошая цифра. У нас, кстати, есть ролик про одну из ваших инициатив. Давайте посмотрим. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнали Симон! Ну, расскажите, пожалуйста, что это за акция, чему она посвящена, сколько людей принимало участие? Это квест. Он прошел совсем недавно, 12 июня. Он был посвящен Дню России. Зарегистрировалось порядка 500 человек для участия в квесте. Мы начали старт как раз из нашего Центра позитивных перемен, 16-й линии, и закончили квест на площади Беленсгаузена. Там прошел вот такой вот патриотический флешмоб. Мы сделали подарок нашей стране, выложили слово «Россия». На начале был хэштег «Решеточка» и «В конце сердца». Вот так вот мы поздравили нашу страну с Днем России. Ну да, действительно, приняло участие более 500 человек. Они выполняли различные исторические задания. По пути было более 30 заданий. Маршрут был очень насыщенный, более 7,5 километров. И вот так вот мы весело все вместе провели этот день. А задания были посвящены России в целом или Петербургу? Там были различные задания. Там были и задания, касающиеся истории России. Были задания, касающиеся истории Петербурга. Были задания, в которых необходимо было вспомнить что-то из своего опыта, возможно. Были творческие задания в том числе. Было несколько заданий исторических, связанных немножко с политическими событиями, которые проходили в Петербурге, например. Такие задания были у памятника Собчаку Анатолию, как раз на Васильевском острове. Вот с марта месяца расскажите, какие-то, может быть, еще у вас такие вот замечательные, громкие, масштабные акции? Да, мы стараемся всех поразить, делаем самые большие акции в городе. Начали мы с самой первой акции нашей, прошла 8 марта. Мы поздравляли всех петербурженок, мы поздравили более 10 тысяч жительниц нашего города, подарили более 10 тысяч букетов, всем дарили открытки, поздравляли. Собрали волонтеров, на самом деле, очень просто. И в этот момент мы как раз поняли, что, несмотря на то, что наша организация на тот момент была всего 8 дней, мы собрали более 200 волонтеров. Это произошло в частности потому, что в Петербурге люди очень отзывчивы, очень готовы принимать участие в таких общественно полезных акциях. И им иногда не хватает вот этих возможностей просто сделать какое-то добро. У нас было очень много акций, мы вешали скворечники вместе с детьми. У нас был социальный проект «Улыбки детям», мы ездили по интернатам, ездили к деткам с безграничными возможностями, как мы их называем, дарили им праздник вместе с нашими партнерами, театр, летний сад. Также вот мы проводим квесты для молодежи, исторические в том числе. Ну, сейчас вот будет 29 июня, ко дню молодежи, развлекательный квест. Это наш такой интересный формат, который очень любят наши ребята. Они любят узнавать свой город еще лучше, им вместе весело, поэтому мы для них такие акции часто делаем. Но есть у нас и более информативные, более насыщенные мероприятия. Например, сейчас в самом разгаре проект «Твой город». Сейчас, сегодня, как раз в эти минуты, более 100 волонтеров ходят по Петербургу, проводят мониторинг. Они к нам сейчас не зайдут? Может быть, зайдут, да. Они закрывают абсолютно все сейчас муниципалитеты Санкт-Петербурга, проводят мониторинг проблематик. До этого мы собирали в центре, в основном, проблемные зоны, да, общались с жителями. И вот уже 4 выхода таких прошло. В каждый выход выходит от 100 до 200 волонтеров. Мы проводим исследования, узнаем общественное мнение, что людям нужно, что востребовано сейчас, их пожелания. Да, мы считаем, что очень важно просто общаться с людьми, потому что, ну, мало кто сейчас это делает. Услышать проблемы, да? Да. Я понял. Ну, впереди у нас долго еще, я надеюсь, и красочное, интересное лето. Что у вас запланировано на ближайший период? Какие-то, может быть, акции, мероприятия, о чем бы хотелось сейчас рассказать? Конечно. У нас есть несколько магистральных проектов, например, вот как «Твой город», про который я сейчас уже рассказал. Есть у нас «Центры позитивных перемен», да, в котором каждый день проходят мероприятия разные, да, где можно узнать что-то новое, заняться чем-то таким, чем ты никогда не занимался, например, там, рисовать, научиться рисовать акварелью. Можно у нас или сходить на лекцию такого редкого специалиста, как специалист по физиогномике. Это все можно сделать у нас, можно следить за нашим расписанием, приходить в все мероприятия у нас там абсолютно бесплатные. Начинаются каждый день в 7 вечера. Также будет несколько новых проектов, мы о них, их пока еще не анонсировали, но мы также будем продолжать делать наш город лучше. Ну, какой-то флешмоб еще большой нас ждет летом. Конечно, да. Мы уже провели достаточно много флешмобов массовых. Например, это был флешмоб «Береги жизнь» в рамках нашего проекта, который также и назывался. Это был флешмоб автомобилистов, автомобилисты выложили «Береги жизнь». У нас был флешмоб к 9 мая «Спасибо за победу». Более 800 человек выстроилось в слова «Спасибо за победу». То есть все такое масштабное, яркое, интересно. Да, конечно. Хорошо, Никита, спасибо большое. Мы для вас подготовили буквально короткий блиц из трех вопросов. Готов ответить на все вопросы, честно. Давайте, первый вопрос. В детстве вы думали, что станете общественником? Да, думал. Отлично. Пишите в трех словах образ молодежного лидера. Молодежный лидер должен быть смелым, должен быть честным, а это обязательно, и должен уметь вести людей за собой. Ну и ваше любимое место в городе. Таврический сад. Таврический сад. Отличный выбор. Спасибо вам огромное, что пришли сегодня в нашу передачу. А нашим зрителям я напомню, что в эфире канала «Город плюс» был Никита Донцов, сопредседатель молодежного движения «Петербург. Город перемен». И в студии мы поговорили о ярких, интересных мероприятиях для молодежи на это лето. Спасибо, что смотрите. До скорых встреч. Субтитры подогнал «Симон»